Московское время 17 часов 4 минуты, в студии Георгий Вербицкий и это программа бизнес-класс на Финам.ФМ. Сегодняшняя тема аптечный бизнес, аптечная розница, фармацевтическая розница. Попытаемся рассмотреть под микроскопом этот бизнес и этот рынок в целом. Попробуем задать некие рамки нашей программы. Ну, во-первых, фармацевтический рынок состоит из государственного и коммерческого. Будем рассматривать коммерческий рынок. Поговорим о тенденциях, о трендах, о том, как развиваются компании, которые занимаются аптечным бизнесом. Люди болеют все больше и больше. Ну, то есть, насколько я понимаю, у нас есть некий тренд на то, что спрос на лекарства увеличивается все больше и больше. И, ну, как минимум, он будет всегда. Эффективность, что называется, квадратного метра аптеки достаточно большая, поскольку лекарства маленькие и для них не нужно отдельного склада. Наценка на лекарства, ну, тоже может быть достаточно большая. Об этом, обо всем этом мы сейчас узнаем у Артема Бектимирова, генерального директора оптичной сети 36.6. Добрый вечер, Артем. Добрый вечер. Спасибо, что пришли. Сразу скажу, что я не являюсь профессионалом в аптечном бизнесе, поэтому вот то, что я сказал, это похоже на правду. Ну, в какой-то части похоже, в какой-то, да, есть вопросы. На самом деле, ну, наверное, надо начать с того, что российский фармацевтический рынок, он, да, имеет две ключевые составляющие. Первая составляющая – это лекарства, которые приобретаются на государственные средства. Это, собственно, программа дополнительного лекарственного обеспечения. И программы, которые осуществляются централизованным образом либо федеральными органами, либо региональными органами здравоохранения, осуществляются закупки конкретных продуктов по направлению. Онкологическая, так сказать, там ниша, химиотерапия, либо еще всякие вещи и так далее. Рынок этот приблизительно, там, находится в пропорции, там, где-то, там, 70 на 30. Вот этот 30 процентов – это, в основном, госпитальная часть. То есть, это все продукты, которые относятся к госпитальному рынку. Ну, и достаточно специфическим образом все это дело, так сказать, покупается, распространяется. И это, в общем, совсем разные рынки. Ну, это дистрибуция, правильно я понимаю? То есть, это компании, которые производят лекарства, они дальше, соответственно, поставляют их, в том числе, и на государственные нужды. Ну, вопрос, я думаю, несколько сложнее. Да, есть производители, которые, там, российские, иностранные, которые, так сказать, занимаются производством продуктов. Дальше они участвуют либо самостоятельно в тендерах и различного рода, так сказать, там, конкурсах на поставку продукции, либо используют дистрибьюторов, которые, собственно, для них осуществляют эту деятельность. После этого, да, все это попадает либо в специализированные, значит, аптеки или оптичные какие-то, так сказать, пункты, если программа ДЛО, например, да, так сказать, которая, по сути, основана на том, чтобы выдавать лекарства населению определенным группам, декретированной группе населения, называется, которым, значит, выдается эти лекарства бесплатно, а бюджеты, там, городские, региональные покрывают, значит, эти затраты. Ну, это касается именно производителей лекарств. Насколько я знаю, в группе компаний 36,6 есть такая компания, Верафарм. Да, абсолютно точно, да. И сразу, вот, насколько бизнес производства лекарств, прибыльнее бизнеса их распространения, вот для вас? Ну, на самом деле, структура доходов в фармацевтическом бизнесе выглядит следующим образом. У нас в производстве, есть еще ниже элементы, это производство субстанции для производства лекарственных средств. То есть, производство субстанции, ну, и там, активного действующего вещества, так скажем, для производства лекарства. Маржа, там, достаточно высокая, она может доходить, там, до 60-70% производства субстанции. И беда где-то на уровне, там, ну, там, 20-25% как минимум в производстве субстанции. В производстве лекарств валовая прибыль, ну, вот, gross profit, там, порядка 75%, 70-75, там, 65-75, в зависимости от видов, там, продукции и так далее. И беда тоже на уровне 25-35%. Так, а в рознице? Дальше у нас идет дистрибьюция. В дистрибьюции, значит, история такая, что маржа, похоже, там, на уровне 8%, плюс-минус, и беда на уровне, там, от 0,5% до, там, 1,5%. Если мы говорим о рознице, то в рознице ситуация такая, что, ну, валовая прибыль порядка, там, 30%, 25-30%, и беда на уровне, там, 2%, 4%, это, вот, там, максимальный параметр, который показывают крупные сети. Вот, собственно, структура рынка. То есть, на самом деле, если мы смотрим на процентное соотношение, там, и беда, и валовая прибыль, то производство на сегодняшний момент, да, безальтернативно является крупнейшим, крупнейшим, собственно, источником генерирования. То есть, основной ваш актив, это все-таки, получается, вера фарм. Ну, вы знаете, как, вопрос в том, что с 36,6, непосредственно, если мы смотрим на оптичный бизнес, конечно, ситуация не очень, не очень хорошей точки зрения доходов. То есть, нам хотелось бы иметь, в общем, там, гораздо более интенсивное поступление доходов, потому что, в том числе, на 36,6, там, высокая долговая нагрузка на розничном бизнесе. И это, так сказать, это, вот, является основной проблемой для аптек. Но при этом, за вот этот период времени, собственно, там, ну, начиная с кризиса, и, так сказать, мы, там, перестали активно развиваться, то есть, мы открываем аптеки, но, на самом деле, бурного роста, так сказать, нет в сети. Мы активно занимались, по сути, единственным, так сказать, ключевым элементом стратегии нашей было создание проект Лейбла. Артем, вот давайте об этом чуть-чуть позже. Я бы хотел начать с таких общих моментов, вот, которые, в общем-то, понятны, очевидны всем. Давайте, давайте. Действительно, есть тренд, что люди все больше и больше болеют, то есть, здоровье у людей ухудшается с... Ну, вы знаете, там... ...с ростом цивилизации. Вопрос в том, что есть, там, несколько тенденций, вообще, есть тенденция старения населения, в том числе и в Российской Федерации. Продолжительность жизни увеличивается? Продолжительность жизни, слава богу, увеличивается, и вообще население стареет, то есть, средний возраст, если мы посмотрим, он, так сказать, двигается, если посмотрим на Европу, там, вообще, как бы, большое количество людей, так сказать, возрастных, и в России такая же, собственно, тенденция. У нас увеличивается количество людей предпенсионного возраста, пенсионного возраста и так далее. Естественно, это просто с динамикой заболеваний связано, когда мы видим, что кривые, конечно, с ростом возраста человека, они все растут. То есть заболеваемость растет по мере возраста человека. Если мы посмотрим, есть еще один фактор, на самом деле, последние годы активно инвестировали в том числе государственные органы в закупку оборудования, растет диагностика. То есть на самом деле закупка оборудования, инвестиции вообще в оборудование, они повышают уровень диагностики. И это, само собой, естественно, выявляет заболевания и способствует раннему обнаружению и так далее. То есть лучше диагностируется, человек предупрежден, соответственно, он идет, ему что-то выписывают, какой-то рецепт, он идет в аптеку, покупает. То есть это хорошо для аптечного бизнеса. Вот этот механизм, он работает, вопрос заключается в том, что, ну, там, это вопрос здравоохранения, скорее, что нам, конечно, недостаточно сегодняшнего уровня диагностирования, особенно профилактической медицины, конечно, недостаточно. Ну, это большая проблема, то есть все это нужно делать существенно раньше. То есть вообще и раньше диагностировать, и вообще регулярно диспансеризации, и так далее, и так далее, и так далее. Это, естественно, влияет на все факторы. То есть раннее обнаружение заболевания, оно позволяет его легче, дешевле, там, быстрее вылечить. Естественно, снижается таким образом смертность, там, и прочее, и прочее, и прочее. Не бывает ли, на самом деле, вот такого, что вот, честно, про себя скажу, приходишь, всегда что-то обнаруживается, прописывают кучу лекарств, идешь, покупаешь, тратишь деньги, а в итоге, в общем-то, и думаешь, стоило ли, то есть, может быть, это, что называется, просто, ну, вот, как обычно бывает, что-то находят, раз уж пришел, что-то у тебя найдут. То есть какие-то вещи, которые, в принципе, ну, может быть, и лечить-то особо не надо, они и сами пройдут. Вы знаете, я вот не готов поддержать такую позицию, потому что, на самом деле, если вы посмотрите все данные о смертности в Российской Федерации, там первое место занимает, значит, смертность от проблем в системе кровообращения, то есть это, ну, там, все, что связано вообще с системой кровообращения. Второе место – это онкологические заболевания, и далее, там, достаточно сильно снижаются вот эти две группы ключевые. Вопрос основной заключается в том, что и в первом, и в втором случае, если вы регулярно проходите диспансеризацию, по крайней мере, так сказать, задаете вопрос, там, по уровню холестерина, там, по каким-то вопросам, связанным с обнаружением, там, того или другого, гораздо больше шансов поймать на раньшех стать. Потому что вся проблема… Артем, прошу прощения, мы продолжим после новостей. Конечно. Продолжаем обсуждать аптечный бизнес с Артемом Биксимировым, генеральным директором аптечной сети 36,6. Ну, мы уже выяснили, что, да, потребность в лекарствах становится все больше и больше, увеличивается, собственно, растет возраст населения, соответственно, все больше и больше нужно лекарств. Наценка. Что с наценкой? Ну, давайте, знаете, сначала продолжим вот то, что мы закончим, то, что мы обсуждали. Это раннее обнаружение болезни. Да. Ну, мы заговорили о диагностике, собственно, пользе посещения врача и, так сказать, вообще расхождении диспансеризации. Я, ну, так, последовательный сторонник, особенно, там, для людей после 40-45, вообще регулярных диспансеризаций, может быть, там, даже после 45 полезно, там, два раза в год проходить диспансеризацию, чтобы поймать, так сказать, какие-то все проблемы. На самом деле, практика показывает, что чем раньше, так сказать, обнаруживаются какие-то вопросы по здоровью, тем, в общем, быстрее и легче они купируются все. И, вот, если посмотреть, я, возможно, так сказать, еще, Верофарм крупнейший производитель онкологических препаратов в стране. И, в принципе, ну, вот, в силу специфики этой мы, естественно, там, видим, так сказать, то, что происходит в этой области. И, ну, у нас ключевой портфель – это продукт химиотерапии. Вопрос еще и то, что, конечно, ключевая тема – это ранее обнаружено. И, на самом деле, еще сейчас там подавляющее количество заболеваний лечится, и достаточно эффективно все это проходит, быстро. Весь вопрос, когда это все происходит. Артем Баттемиров, генеральный директор аптечной сети 36.6. Вы можете задать вопрос, либо поделиться своим мнением по телефону прямого эфира 495, это код города 6510996, это телефон, либо написать нам на сайт Финам.фм. Ну, теперь переходим уже, собственно, к розничному бизнесу, к аптечному бизнесу. Какая наценка на лекарства в среднем? Что можете сказать? Какая структура цены? Ну, на самом деле, существует, по сути, в каждом регионе Российской Федерации существует своя маржа, или там, как сказать, наценка на препараты. И она зависит от разных факторов, в том числе, ну, прежде всего, от конкурентной среды. То есть, если в регионе существует, там, несколько каких-то активно конкурирующих сетей, и там, сетей, например, дискаунтеров, которые, как бы, идут только в ценовые параметры, ну, вот, например, там есть город Ростов, соответственно, да, Юг вообще характеризуется такой очень жесткой ценовой, так сказать, борьбой. Маржа может быть на лекарства низкая, ну, я говорю, там, 15%. 15%. И это еще, так сказать, не самый плохой вариант. Это мы говорим в среднем по индустрии, да? Мы говорим, например, в городе Ростове, там, для того, чтобы более-менее успешно продавать лекарственные средства, нельзя выходить за маржу, там, в районе 13%. А что касается Москвы? Как в Москве ситуация? В Москве ситуация другая, в Москве, наверное, мы говорим, там, о 20-25% маржи, но, на самом деле, это обусловлено еще и, там, особенностями Москвы. В Москве нету, фактически, никаких систем упрощенного налогообложения для аптек, ну, то есть, нету ЕНВД, и никогда не было, собственно, ЕНВД в Москве. А в Москве, естественно, другая стоимость недвижимости, аптека, в общем-то, это, там, всегда место достаточно горячее, которое находится на трафике и так далее. И в Москве, конечно, другая зарплата, провизоры и фармацевты. Это все, в общем, существенно влияет на ходовой. Поэтому, на самом деле, когда мы смотрим на, там, на оценку или маржу по России, мы видим, что это такое лоскутное одеяло. То есть, где-то, где-то маржа небольшая, где-то она, так сказать, средняя, где-то она достаточно высокая. Но везде это обусловлено различными факторами. Конкуренция достаточно высокая везде и, в принципе, конкуренция, она такая, ну, так сказать, нерегулируемая, потому что многие регионы достаточно, так сказать, сквозь пальцы смотрят на, там, жесткие требования лицензирования. Мы можем обнаружить аптеки, там, в подвалах, можем обнаружить их, так сказать, в ненадлежащем лицензионном состоянии и так далее. Но это, естественно, дает возможность, там, снизить какие-то издержки, так сказать, там, продавать лекарства с, там, ниже, с наценкой, с маржой ниже, соответственно. Ну, и конкурировать, там, с какими-то крупными сетями и так далее. Есть еще проблема, связанная с налогообложением, потому что существует и льгота для индивидуальных частных предпринимателей и организаций, которые находятся на налоге на вмененный доход. ЕНВД, то, что называется. У них есть льгота по выплатам единого социального налога. Вместо, там, значит, 30% они платят 20%. И, как бы, есть, у них нету НДС на лекарства, соответственно. И вообще, они, ну, это, это, как, на ЕНВД вообще нет НДС, соответственно. Конечно, это в каких-то случаях достаточно существенно может влиять на, на, как бы, расходы, потому что у нас достаточно высокие затраты на персонал в аптеках. То есть это, ну, это одна из, там, так сказать, очень больших статей расхода. То есть получается, что вам сложно конкурировать вот именно с такими организациями ИП и... Да, да. Нет, в регионах, конечно, достаточно жесткая конкуренция. И конкуренция, прежде всего, ценовая между, в том числе, небольшими игроками на рынке, который существует. Другое дело, что, конечно, у нас есть, ну, гораздо более серьезные рычаги, связанные с продвижением продуктов. То есть у нас есть достаточно, так сказать, сложные системы, связанные с, ну, так сказать, настройкой и продажей, собственно, тех продуктов, которые мы хотим продать в системе. Ну, вот я заговорил о собственной торговой марке, да. Давайте просто еще вот перед тем, как мы перейдем уже к вашей компании, поговорим о том, вот, что требуется для того, чтобы открыть аптеку, на самом деле. Вот банально, что нужно? Во-первых, получить лицензию, правильно? Да. Необходим обязательно квалифицированный персонал. То есть это в этом отличие от обычной торговой розницы, пищевой, грубо говоря. Ну, надо начать с того, что лицензия тоже, в общем, она достаточно жестко регламентируется, там, и по срокам, и по набору документов, которые необходимы. Это, в общем, не то, чтобы совсем, так сказать, простое упражнение. То есть лицензия, это ее получить тяжело? Ну, я не сказал, что это там, так сказать, невозможно или там очень тяжело, но получить лицензию, там, писаться в эти сроки, собрать документы, представить, так сказать, все необходимые вещи, это, в общем, достаточно большой набор действий. Потом нужен персонал, то есть это провизор, да? Провизор-фармацевт, да. Провизор-фармацевт, как минимум, вот. Ну, аптека лицензируется вообще, как-то директор аптеки выступает, там, ключевым игроком в этой части. Директор аптеки должен быть, должен быть, прежде всего, так сказать, специалистом в этой области, собственно, он держит всю эту конструкцию. Персонал по существующему закональству, да, так сказать, а лекарства отпускаются только людьми, имеющими специализированное образование и провизор-фармацевт. Ну, получается, что площадь может быть достаточно небольшой, поскольку склад, он, не нужен для него отдельного какого-то, отдельного места. Ну, во-первых, лицензионные требования, они, ну, вот, и в законе, то, что прописано, собственно, то, что мы имеем, существует несколько типов. То есть, есть аптека, есть аптечный пункт, есть, там, так сказать, аптечный киоск, то есть, у них есть ограничение по... Есть аптека, аптечный пункт, аптечный киоск и аптечный магазин. Да, аптечный магазин. У них у всех есть ограничение по ассортименту, то есть, там, аптечный киоск не имеет права продавать лекарства рецепторные, например, да, и так далее, и так далее, и так далее. Если говорить о реалиях, то в реалиях, к сожалению, частенько эти правила нарушают. То есть мы можем в аптечном киоске обнаружить рецепторные препараты, потому что, конечно, ассортимент без рецепторных препаратов в аптеке неполный и так далее. Но вот это вопрос надзора и строгости требований за исполнением всех этих параметров. Но это задача региональных органов. Как будто бы рынок растет, по некоторым исследованиям на 14% прогнозируется рост рынка в 2012 году. И, с другой стороны, есть такие достаточно пессимистичные моменты, когда, например, представители ассоциации аптечных сетей заявляют, что рентабельность аптечных организаций за 9 месяцев 2011 года была отрицательной, на уровне минус 3,8%. И говорят, что это связано с увеличением налогового времени. Действительно ли так? Ну, да, на самом деле, действительно изменилась система налогового вложения. У нас, в том числе, большое количество аптек в регионах было на системе ЕНВД. И мы платили льготную ставку по единому социальному налогу. А именно, там, получалось и того, там, вместе с различными, там, 14%. После того, как все поменялось в 2011 году, ставка стала 34%. Соответственно, ну, на 20% выросла нагрузка на ходовую. Плюс включился НДС, хотя там, да, при растущей сети, возможно, это, так сказать, не очевидный параметр ухудшения. Ну, все равно влияет, конечно, на денежные средства в системе. Но для нас ухудшение условий по единому социальному налогу от выручки составило 2,3 или, там, 2,4%. То есть, это достаточно, ну, чувствительное, на самом деле. Можно ли сказать, что это все-таки, вот сейчас, это стадия, когда рентабельность падает, и, как бы, аптеки стараются каким-то образом, вот, оптимизировать свой бизнес таким образом, чтобы зарабатывать больше, поскольку вот это давление, оно становится все более и более ощутимым? Я думаю, что, на самом деле, существующее законодательство фактически регулирует значительную часть лекарственных средств по конечной цене. Ну, то есть, есть механизм, который, по сути, регулирует цену производителя на список жизненно важных и необходимых лекарственных средств. Он сделан по, так называемым, международным непатентовным названиям. То есть, это название, которое описывает активное вещество в препарате, не содержит торговых марок. То есть, достаточно широкий список. Вот это, кстати, интересная тема. Ну, то есть, предполагается, что любой человек может купить какое-то лекарство, которое очень необходимо, ну, которое входит в этот список по, в общем, небольшой цене. Ну, это, на самом деле, означает, что государство регламентирует наценку от производителя до конечного потребителя. И она, итогу, ограничена, ну, там есть, как бы, некоторые, там, региональные какие-то колебания, но, в принципе, там, 25% на всех, соответственно, по жизненно важным и необходимых средствам. То есть, 20%, мы, там сказать, от цены производителя, зарегистрируется цена производителя, после этого, соответственно, все, значит, участники могут двигаться в рамках этой наценки. Хорошо, Артем, продолжим. После новостей интересная тема. Общаемся с Автемом Бегтимировым, генеральным директором аптечной сети 36.6, обсуждаем аптечный бизнес, пытаемся с разных сторон рассмотреть, насколько он эффективен, какие сейчас тренды, что происходит на этом рынке. И остановились мы на теме о том, что есть некий список лекарств, наценка на которые регламентирована. Соответственно, компания, которая занимается продажей, не может ничего, соответственно, никак повысить эту наценку, поскольку эти лекарства требуются сохранить, то есть их, как бы, цену требуется сохранить на определенном уровне. И это, ну, некая, как бы, негативная сторона для розничного аптечного бизнеса. Ну, на самом деле, история решается в том, что, если мы посмотрим, там, что происходит на рынке дистрибьюции и розницы, то мы видим, что, вот я уже говорил про различные, различный уровень наценки маржей, соответственно, в регионах. Естественно, это, это все, ну, раньше позволяло за счет некой более либеральной системы контроля за конечной ценой дистрибьютор зарабатывать на, так сказать, различных ценах, там, в одном регионе выстрелила, так сказать, одна продукция можно поднять на нее, здесь дефицит и так далее. На сегодняшний момент, как бы, коридор этот сжался, и дистрибьютор вынужден работать в очень жестких рамках, плюс там достаточно жесткая конкуренция на рынке дистрибьюции, она сжимает эти все параметры. Если говорить о аптечной рознице, в принципе, приблизительно такая же, в общем, история происходит, то есть коридор достаточно жестко сжимается, и в рамках вот этого жесткого коридора происходит еще более жесткая ценовая конкуренция. На самом деле, для потребителя это означает, что аптека все больше и больше будет упрощаться и превращаться, ну, так сказать, в такой совсем простой какой-то, так сказать, в какой-то очень простой такой полуподвальном, так сказать, помещении будет находиться какой-то там небольшой магазин, в котором будет относительно дешево продаваться лекарства. Либо это будет какой-то полуоптовый такой режим, где там большой склад, там какая-то, так сказать, зона выдачи и так далее. Ну, на самом деле, для потребителей, может быть, это не самый удобный режим, но, с другой стороны, подключается интернет, подключается возможность резервирования лекарств, подключаются возможности различного сравнения цены и так далее. Я вот надеюсь, что мы стартанем тоже в районе ноября с крупным проектом по резервированию лекарств для Москвы, в первую очередь, потом будет распространено на всю страну, где люди смогут в интернете быстро найти удобное по ассортименту лекарства и по цене выбрать вообще, как все это происходит и так далее. Мы это делаем не одни, а еще крупные сети подключаются к этому. Я думаю, что это очень удобно будет для потребителей. Насколько я знаю, уже есть такие сервисы, по крайней мере, год назад точно были, я пользовался самостоятельно. Когда вы можете в интернете найти какое-то лекарство, вам сразу делается список из аптек, приходите без проблем, это лекарство покупаете, это очень удобно, потому что бывает очень большая разница между ценами. Хочу еще раз напомнить, что у нас работает телефон прямого эфира 495-6510-996, либо можете написать на сайт Finam.fm. То есть есть ли тенденция, что потихонечку все это, как и все остальные бизнесы, перетекает в интернет и все больше и больше развивается в сети? Вы знаете, я думаю, что для покупателя все больше и больше, ну как, ну объективно для покупателя ключевым параметром является цена на, так сказать, лекарства в данном случае. Ключевым параметром для покупателя является сервис удобства, то есть ассортимент, выбор там и удобство, так сказать, местных нахождения. Если на сегодняшний момент мы видим, что большое количество людей пользуются интернетом, там достаточно, так сказать, комфортно себя чувствовать, да, есть очевидная тенденция того, что гораздо удобнее мне зайти в интернет, выбрать, так сказать, те препараты, которые меня интересуют, определиться с ценой и, так сказать, с местоположением аптеки, где я их могу забрать и забрать. На самом деле, если мы посмотрим на интернет-сайты, вот, так сказать, торгующие лекарства, хотя там есть вопросы в отношении законодательства, потому что, в общем-то, это нельзя делать на сегодняшний момент, такая, в общем-то, серая зона, скажем так, по доставке и так далее. То есть, если мы увидим, что уровень конверсии, то есть, там, уровень конверсии 0,3%, то есть, если мы увидим, ну, там, так сказать, это немного совсем. Конверсии чего из чего? То есть, из тысячи людей, зашедших на этот сайт, всего три человека делают заказ на доставку, то есть, ну, вот, 0,3% это как бы, это мало, соответственно. А у вас тоже есть, я так понимаю, сервис, который позволяет в интернете заказать лекарства? У нас есть сервис, который позволяет это сделать, я оговорился, что мы считаем его, там, недостаточным, активно сейчас работаем, у нас будет программа тотального резервирования всех лекарств сети, и она будет в ближайшее время, там, стартанет в Москве, но она будет и в 36,6, естественно, то есть, она будет на наших носителях, но она будет объединенной, то есть, она будет еще, там, с крупными сетями, и она будет, ну, гораздо удобнее для потребителя. Что значит тотальное резервирование? Что это означает для конечного потребителя? Ну, то есть, я могу, ну, ты знаешь, что весь ассортимент, который есть в аптеке, и там, вообще, итогово, фактически, на рынке, потому что мы поддерживаем разные ассортименты в разных режимах, я смогу зайти на сайт, определиться, так сказать, с тем, какие продукты мне нужны, выбрать по цене то, что мне удобно, определиться место, где мне удобно забрать эти продукты, и я могу их зарезервировать. У меня, так сказать, система забронирует этот продукт и определит время, когда мне, так сказать, я могу его забрать там. А что будет потребоваться для резервирования? Телефонный номер, e-mail, может быть, данные кредитной карты? Нет, на самом деле, каких-то там сложных процессов регистрации, так сказать, чего-то еще не предусматривается. Предусматривается, что для удобства, конечно, какая-то будет идентификация пользователя, в том числе для того, чтобы он удобно, например, в аптеке мог идентифицировать заказ свой и так далее. Но чего-то сверхъестественного, никакой предоплаты там не предполагается. Скорее, это сервис такой, что я знаю, что вот я выбрал по цене такие-таки препараты, они ждут меня в таком-то месте, я могу быстро... И они будут ждать. Да, вот, собственно, такая логика. Это, мне кажется, будущее вообще, так сказать, системы, ну, так работает там, не знаю, или в электронике, так сказать, так работает там, во многих интернет-системах есть, онлайн-офлайн-сервисы. Ну, вот в лекарственных, в лекарственных сегодня тоже есть примеры, когда эта работа достаточно успешна, но мы хотели бы развернуть это вот, ну, так, глобально, чтобы это был там сервис, так сказать, такой серьезный. То есть вы хотите за счет вот предоставления каких-то дополнительных услуг немножко перетянуть аудиторию тех людей, которые ходят на агрегаторы, которым задаешь какой-то запрос на лекарства и которые выдают абсолютно разные аптеки, абсолютно разные бренды. Вы можете выбрать сами, то есть вы, как бы, пытаетесь привлечь именно к своему бренду, именно делая вот такие вещи. Да, есть, так сказать, проект, который вот стартует в ближайшее время, в нем объединилось несколько участников рынка, в том числе аптечного, и специалисты, эксперты в области, так сказать, интернета и, собственно, продвижения информации в интернете. Поэтому, собственно, проект этот будет, ну, вот, как бы консолидирующим проектом, так сказать, онлайн, оффлайн в заказе реализации лекарственных средств. Надеюсь, что это будет, прежде всего, очень удобно для покупателей, для, 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 там, клиентов аптек, потому что, ну, это даст возможность определиться по ассортименту, по цене, и удобно на самом деле. Потому что, по сути, если мы смотрим на доставку, то доставка, да, это, там, хороший элемент, но, вообще-то, люди, там, есть на работу, там, ходят куда-то, так сказать, по городу, им просто удобно, там, подойти в аптеку, забрать, потому что они что-то еще там хотят выбрать и так далее. Артем, еще один вопрос по поводу агрегаторов. Вот компании, которые, интернет-сайты, которые агрегируют информацию по аптекам, вы что предоставляете им? То есть вы, во-первых, это какой-то API, наверное, да, то есть они могут видеть ваши цены, правильно, то есть вы, как бы, сознательно говорите, вот мы будем работать вот с таким-то сайтом. Ну, в данном случае мы говорим о том, что эта компания специализирована, которая будет заниматься только этим вопросом, мы в ней являемся, так сказать, акционером, и достаточно активно участвуем в работе этой компании, и эта компания, собственно, там, будет интегрирована с нашими системами. Нет, вы говорите о том, что вы сейчас делаете, а вот текущее состояние, то есть есть сайты, где вы можете зайти, набрать какое-то лекарство, и вам выдадут аптеки, кучу разных аптек, абсолютно разных брендов. Вот с такими сайтами вы как-то сознательно работаете, или они сами просто берут откуда-то информацию, как это происходит? Ну, вы знаете, нет, если говорить о 3.6.6, у нас, так сказать, такой задачи, по крайней мере, не было, ну, какую-то информацию, да, мы там, так сказать, какие-то службы представляем, но, как бы, целенаправленно, нет, мы этим не занимаемся, у нас там есть свой сайт, есть, так сказать, номенклатура, ассортимент, там можно сделать, там, тоже, так сказать, какие-то сервисы, но мы хотим сделать его более глобальным, и он будет работать не только в 3.6.6, но еще в крупных сетях, пока в Москве, потом по всей стране, для того, чтобы, ну, это просто было удобно, чтобы географические люди могли, там, в любом режиме найти, так сказать, то, где им удобнее, и так далее. Обсуждаем аптечный бизнес в студии Артем Бектемиров, генеральный директор аптечной сети 36.6. Вы можете задать ему вопрос через телефон прямого эфира 495, код города, сам телефон 6510996, либо написать на сайт Финам.ФМ. Артем, очень прямой вопрос, вот сколько приносит в среднем аптека? Ну, аптека, на самом деле, так, если попытаться разделить, вообще, аптеки, наверное, можно говорить, там, о трех категориях. Если начинать с нижней, это аптека-дискаунтер, то есть это аптека, там, с маржой на лекарства, там, в районе 15%, например. Если говорить в нашем случае, то у нас очень большая доля собственной торговой марки, то есть мы, как бы, делаем и лекарства сами, и делаем очень много продуктов парафармацевтических, и в том числе лечебная косметика, и так далее. То есть у нас, там, порядка двухтысяч наименований продуктов, которые мы делаем сами. Естественно, эти продукты, за счет того, что мы, там, отслеживаем весь процесс производства, там, качество и так далее, они выше по марже, чем продукты, которые мы покупаем на рынке. Ну, вот в среднем, сколько средняя аптека ваша приносит денег? Ну, если, так сказать, говорить о доходах, ну, я бы сказал, что, наверное, там, параметры в районе 10%, если считать, там, аренду, соответственно, все, так сказать, параметры. Если говорить о прибыли аптеки, наверное, это 10%, там, плюс-минус. Это в абсолютном выражении, вот аптека в месяц приносит в среднем, ну, там, диапазон какой-то, вот, можете сказать? Дальше вопрос размер, так сказать, аптеки, то есть, ну, я бы, так сказал, максимальный размер выручки в аптеке, наверное, где-то в районе, там, 25 миллионов рублей, а минимальный размер, может быть, там, миллион рублей, там, 500 тысяч даже есть. Соответственно, где-то 5%, да? Получается, это то, что вы зарабатываете? Ну, я бы сказал, побольше. Побольше, да. Но, как бы, там есть, опять-таки, аптеки разного рода и разного режима. Опять же, в среднем, вот, грубо, очень грубо. Ну, вообще-то, средний параметр, да, в районе 10%, плюс-минус. 10%, то есть, 20,5 миллиона в месяц с аптеки вы зарабатываете? Нет, ну, это, опять-таки, если аптека, там, с высоким уровнем продаж, наверное, да. Чуть-чуть выше, чем средний уровень. Хорошо, это интересно. Продолжим после новостей. Продолжаем общаться с Артемом Бектемировым, генеральным директором аптек 36,6. В общем, выяснили, что аптека, ну, чуть-чуть лучше, чем средняя, приносит где-то 2,5 миллиона в месяц. Какие-то неполадки со звуком, будьте добры. Артем, ну, вот, смотрите, какая ситуация. 2,5 миллиона, то есть, в общем-то, вполне неплохо. И в то же время мы видим, что, если посмотреть на акции аптеки 36,6, в общем-то, они торгуются на бирже, это публичная компания. Достаточно сильное было снижение. В 2008 году, после серьезного роста, акции стоили 2,5 тысячи рублей, одна акция. И снижение, в общем, продолжалось довольно драматически. И на протяжении двух лет после кризиса, ну, даже больше уже 3 года прошло, да, какого-то существенного восстановления не было. Вот с чем связан вот такой нюанс? То есть, вы же, в общем-то, были, вы были компанией, которая была, насколько я понимаю, лидером на рынке. Да, ну, я бы небольшую поправочку, наверное, сделал, что 2,5 миллиона рублей в месяц, так сказать, прибыли аптеки, и это, наверное, все-таки там очень хороший результат. В среднем, к сожалению, так сказать, таких параметров на тысячу аптек пока, по крайней мере, не получается, по 2,5 миллиона зарабатывать, потому что выручка на аптек очень сильно колеблется. И, на самом деле, мы там региональные аптеки видим там в размере продаж, там, миллион-полтора. То есть, там, 2,5 миллиона мы заработать там не можем, фактически. То, что происходит в отношении 36,6, да, на самом деле, в кризис ситуация была не очень симпатичная, потому что у нас высокая долговая нагрузка была в 36,6. И, собственно, то, чем мы там все это время занимались, мы ее, как бы, растаскивали, структурировали и, там, различным образом запаковали. Потом оказалось, что темпы роста, в общем, розничного рынка, лекарственных средств, они, как бы, до кризиса были достаточно впечатляющие. Там, и 35%, в общем, рынок рост. Сейчас, ну, там, 10-12, там, даже 14%, что, в общем, пока я, так сказать, 14% что-то не видел. Но это плюс-минус инфляционные параметры. Это некий прогноз, не факт, что он оправдается, естественно. Да, растет конкуренция на рынке и так далее. Но, с точки зрения 36,6, опять повторюсь, что у нас стратегия наша. Мы очень активно двигаемся в сторону продаж проект-лейбла. У нас очень хорошие результаты по лекарствам собственным в 36,6. Хорошие результаты по фармацевтике и, там, по всему остальному. Проект-лейбл растет внутри сети где-то, там, 50-60% год к году. Естественно, там, маржа на проект-лейбл составляет, там, 60%. Собственно, вот это наш двигатель, как бы, прогресс. Что будет дальше? Мы достигнем высокой доли правит-лейбла внутри сети. Что такое высокая доля? Это больше 30%. Сейчас, так сказать, мы, там, двигаемся активно в районе 20%. Будем, так сказать, там, к концу года, надеюсь, так сказать, выше этой цифры. Если говорить о... Если говорить о правит-лейбл, что будет дальше, мы за счет правит-лейбла начнем, ну, так сказать, начнем датировать все остальные лекарства и снижать цены на лекарства. Это, конечно, такой экономически очень хороший режим. Ну, вот, собственно, то, что мы делаем, мы очень активно, там, автоматизируемся, так сказать, синхронизируем все процессы в сети и, там, двигаемся в сторону роста правит-лейбла. Если говорить о том, что происходит на рынке, ну, на рынке, во-первых, естественно, есть, так сказать, как бы, там, ну, там, понимание того, что у компании высокий долг, в 36,6 на сегодняшний момент не хватает средств для обслуживания этого долга, естественно, есть, так сказать, там, нагрузка, она не соответствует и так далее. Поэтому, ну, ожидания в отношении того, что там будет в компании, они такие умеренные, я бы сказал. Ну, при этом, конечно, жалко, что дисконтируется Верафарм, который, на самом деле, там, чувствует себя хорошо и, там, хорошо, на самом деле, зарабатывает, но при этом, значит, все равно торгуется с мультипликаторами, ну, я бы сказал, такими очень жесткими по отношению, так сказать. Ну, впрочем, не только Верафарм, Фармстандарт тоже, на самом деле. Ну, вот, по иронии судьбы, вот такое пике в моменте было 2700 рублей, сейчас одна акция стоит 36 рублей и 90 копеек. Ну, нет, 2600 рублей это было до эмиссии. Мы, там, в 2009 году, в конце года сделали эмиссию, которая увеличила капитал в 10 раз. Акционеры приняли решение внести деньги внутрь компании и, собственно, увеличить капитал, там, существенно. Ну, то есть, было, там, 10 миллионов акций, а стало 100 миллионов акций, да. Там, даже в конечном итоге, там, 100, там, 105 миллионов акций. Это, конечно, ну, так сказать, по цене на акцию, там, выглядит, как, так сказать, драматическое какое-то понятие. Но, на самом деле, это настолько радикальное размытие, что просто нужно делить все, там, там, на 10 раз как минимум. Ну, даже если смотреть на динамику, то есть, вот этот план, который только что вы озвучили, то есть, насколько я правильно понял, это ставка на собственный бренд, который будет давать, соответственно, лучшие показатели, да, то есть, продажи его будут, как бы, неким локомотивом. Ну, и, собственно, минус, который сейчас есть, это продолжает, остается долговая нагрузка. Именно поэтому, вот, в общем-то, рынок пока не верит особо в... Ну, вопрос сейчас в том, что, ну, вообще, как бы, на рынке ситуация такая сейчас, вы знаете, так сказать, не очень оптимистичная в целом. Поэтому, конечно, так сказать, вот с компанией над высокой долговой нагрузкой, с какой-то вот конфигурацией, ну, такого какого-то, так сказать, достаточно жестко регулируемого рынка и параметров, связанных с тем, что, так сказать, естественно, есть какие-то риски, связанные с, там, с ростом и так далее, и так далее. Конечно, рынок относится, там, предельно критично к такого рода вещам и так далее. Но, как бы, мы, в общем-то, понимаем, что мы делаем. Более того, так сказать, наверное, на рынке есть еще какие-то возможности, там, которые, так сказать, не реализованы, тоже, в общем-то, занимаемся активно этим процессом, в том числе, там, какая-то экономия на масштабе глобальная, там, и так далее. Сейчас вообще очень много таких процессов на рынке каких-то, ну, желания, там, интеграции, каких-то, так сказать, объединений, там, возможности консолидации и так далее. Почему они так, я бы сказал, так доминируют, соответственно. Ну, мы в том, что мы смотрим на какие-то такие возможности. Каких-то серьезных шагов не планируете, вот, как раз в области, может быть, слияния и поглощения, скажем так? Ну, мы, честно сказать, смотрим на все варианты, которые, как бы, существуют на рынке, и, ну, я надеюсь, так сказать, будем использовать лучше то, что существует. Еще такой момент, вот вы упомянули, что есть сегмент дискаунтера, есть сегмент обычной аптеки. По поводу дискаунтера, насколько я знаю, вы, у вас есть такое направление, то есть вы планировали вводить сначала дискаунтеры под маркой «Торговый склад», потом я видел информацию, что переименовали в «Лека». Так ли это и как это развивается? Ну, мы стартовали в этом году с программой около 200 дискаунтеров, то есть это аптеки с низкими ценами на лекарства, при этом за счет Pride Label мы, значит, компенсируем, в принципе, падение по марже, и, там, так сказать, за счет новых клиентов мы, как бы, компенсируем, потому что в Pride Label там высокая маржа, мы, как будто, чтобы все компенсировать. Вы взяли текущие аптеки 36.6, просто переименовали в их и сделали ребрендинг, правильно я понимаю? То есть это были новые обещания? Частично, да, частично это аптеки 36.6, в регионах у нас были аптеки еще, там, без бренда какие-то, просто, так сказать, сеть, которую мы покупали, мы их ребрендировали в новую сеть, дискаунтер, она достаточно просто выглядит, тоже, так сказать, там… Тут Лека, правильно я понимаю? Да, да, Лека называется сеть. Почему Лека, кстати? Ну, Лека, на самом деле, мы в свое время приобрели в Уфе несколько сетей, в том числе, одна из сетей, так сказать, называлась Лека, у нас была торговая марка зарегистрирована, и, как бы, в общем, понятно было, что, так сказать, с этим делать. Я, честно говоря, считаю, что там какой-то, так сказать, для дискаунтера название, в общем, может быть, не является первичным, скорее, это, вот, так сказать, то, что там содержится внутри, там, так сказать, какие-то, потому что, если мы посмотрим название дискаунтеров, которые Российская Федерация вся там как-то более-менее чувствует, там, в общем, вы не найдете каких-то ярких, так сказать, образов, скорее, это таких достаточно… То есть, правильно я понимаю, что сейчас просто идет некая оптимизация существующих аптек, там, кое-что переделывается в дискаунтер, кое-что как-то… Нет, нет, причем, мы открываемся, мы открываемся, да, мы, в принципе, считаем, что вот с Лека у нас в нескольких регионах очень хорошие результаты, и мы сейчас вот дождемся конца года, потому что в аптечной рознице результаты, так сказать, снижения цен, они точно совершенно там демонстрируются через несколько сезонов. Ну, то есть, нужно пройти, мы открылись там весной, поздней весной, сейчас вот осенью, так сказать, зимой аптеки эти начнут, потому что у нас сезон, летом, соответственно, падение продаж, начиная там с сентября до, включая апреля, это, так сказать, высокие продажи. То есть, сейчас вы находитесь в предвкушении, что сейчас пойдет… Ну, сейчас начинается высокий сезон, да, в аптечном бизнесе, и, в принципе, все, как бы, весь вот перформанс там дискаунтеров, он обычно реализуется в сезон, то есть, нужно попасть… два сезона отработать, и тогда люди, так сказать, привыкают, понимают там, как, так сказать, ассортимент устроен, цены, и дальше уже можно двигаться. В принципе, ну, мы дорабатываем проект этот еще по ассортименту внутри, потому что есть там разница, там, Москва, так сказать, региональные тоже вещи и так далее. Но вот в регионах похоже, что это хорошая модель для развития, потому что есть там очень-очень хорошие результаты. Пока вот, так сказать, в целом там не готов озвучить, хотелось бы до конца года дождаться, но в целом мы достаточно, в общем-то, оптимистично смотрим. Артем, вот у нас буквально полторы минуты осталось. Порекомендовали бы начинать аптечный бизнес сейчас? Аптечный бизнес… И если начинать, то в каком формате? Я бы, честно говоря, ну, с удовольствием порекомендовал начинать аптечный бизнес, но сегодня это очень сложная, так сказать, отрасль именно с точки зрения… Ну, вот я, собственно, об этом и говорил. Конкуренции и заработка. На самом деле, для того, чтобы реализовать какие-то серьезные возможности на аптечном рынке, нужно обладать серьезным размером. То есть, вот если говорить о собственной торговой марке, если говорить о каких-то особых отношениях с производителями, системы продвижения там особой и так далее, нужно обладать там серьезным размером. Если просто открывать аптеку, покупать у дистрибьюторов лекарства, их продавать и так далее, и так далее, ну, к большому сожалению, рычагов борьбы вот с конкурентами не так много, на самом деле. То есть, рынок довольно тесный. Рынок тесный, на нем много разноформатных игроков, и, так сказать, бороться с ними, небольшому предприятию, на мой взгляд, тяжело. Просто, да. Спасибо большое. С нами был Артем Бектемиров, генеральный директор оптичной сети 36.6. Продолжит эфир «Финам.ФМ». Программа «Сухой остаток» с Олегом Дмитриевым, где Олег будет обсуждать с гостями следующую тему. Опять ли боковик на фондовом рынке, и, собственно, в целом ситуацию на фондовом рынке и прогнозы. А это была программа «Бизнес-класс» на «Финам.ФМ». Делайте деньги с удовольствием. Всего хорошего. Продолжение следует...